сегодня пройдемся по немецким белым колбаскам всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду знаете есть рецепты которые появились в результате того что человеку понадобилось безотходное производство вот например германии очень любят свинину во всех своих проявлениях ну а теперь представьте себе мясника в лавке вот стоит он такой с крепкими ручищами с огромными ножищами ножищами имею ввиду к нему приходят покупатели и просят отрежьте мне пожалуйста вот тот кусочек красивее нет нет вот этот не надо отрежь мне вот то нет нет вот эту безобразие тоже не надо уберите так не буду брать и он берет куски мяса и отчекреживает все на взгляд покупатели не очень красивые не очень аккуратные не очень хорошие кусочки в результате к вечеру не скапливается целый чан всяких некондиционных обрезков мелких там и шкурки и косточки и сало и обрезки и там и пашины все подряд короче он их перебирает и те кусочки которые более-менее нормальные там с косточками с мясом он их пускает на холодец ну вернее на зельц немцы зельц готовят те которые совсем уж никудышные с салом по шину еще что-то надо куда-то девать вот из таких обрезков и родились белые мюнхенские там ну или не только мюнхенские белые немецкие колбаски очень простецкие но при этом вкусные поэтому и быстро захватившие весь мир нет сейчас колбасники конечно будут вас уверять что на мюнхенские колбаски идет мясо исключительно молоденьких телят с такими пушистыми ресничками исключительно поросят трехмесячных которых ежедневно длинноногие массажистки ублажают отмывают в джакузи но мы с вами взрослые люди прекрасно понимаем откуда ноги растут у таких сказок чтобы что-то хорошо подавалось нужно рассказывать красивые истории и так сегодня я готовлю белые колбаски под конечно не обрезки я не мясник у меня нет ни кондиционного мяса тут у меня лежит свиная пашина и мясо молодых бычков ну как молодых трехлеток пряности и соль обычная поваренная собственно больше для приготовления белых колбасок ничего не нужно сырье я предварительно подморозил колбаски эти очень жирные поэтому чрезвычайно важно чтобы от начала приготовления колбасок то кончание набивки оболочек температура фарша не поднималась выше 12 градусов как видите шкурка мной уже была предварительно срезана для уверенности для уверенности лучше даже мясо все сразу целиком из холодильника не вытаскиваете частями доставайте и нарезаете вот эта насадка у меня тоже лежала в холодильнике охлаждалась вот так так что проверяем пряности добавлю соль температура 1,5-1,7 отлично ну что я достаточно быстро успел все прокрутить через мясорубку и фарш не успел нагреться так что продолжаем измельчение теперь уже в кухонном комбайне все остальные детали у меня тоже охлаждались в холодильнике но надо немножко перемешать чтобы при измельчении в эмульсию более-менее равномерно распределились пряности фишка то все равно надо вымешивать поехали итак продолжаю процесс измельчить нужно в эмульсию сначала я делаю вот самую смесь в кухонном комбайне просто добавив соль и пряности а сейчас будут добавлять лед пропорции стандартные на килограмм фарша смеси нужно 100 граммов льда или снега я здесь ледяная вода кусочками льда смотрите как это выглядит это конечно далеко не идеальная эмульсия ну собственно и сложно добиться идеальной эмульсии готовить в таком бытовом комбайне с достаточно низкими воротами но тоже неплохо объем у меня это чаши не очень большой поэтому приходится по частям делать смотрите что получается и вот на этом этапе я добавляю порцию льда ледяной воды и вот вторая партия все сырье измельчил у меня постояла даже немного эмульсия в холодильнике пока я все это дело собирал вот видите 8 и 8 8 и 9 температура нормально можно приступать к набивке я буду это делать при помощи колбасного шприца раньше делал при помощи мясорубки мясорубкой можно набивать мягко говоря не очень удобно килограмм 2 нормально но больше объемы конечно увы обзор этого агрегата я про колбасный шприц я уже снимал на канале есть если пропустили можете щелкнуть в правый верхний угол кадра там восклицательный знак такой и посмотреть в отдельном ролике набивать буду в натуральную колбасную оболочку это свиная кишка я ее предварительно замочил в прохладной воде и сейчас вот такая вот эластичная что касается где купить я ее брал на ebay смесь кстати говоря пряностей для колбасы покупал не покупал мне предоставил паша хозяин магазина ем колбаски за что ему отдельное спасибо паш спасибо процесс набивки при помощи шприца очень быстро и удобен когда фиг раз пытался набить сосиски при помощи мясорубки там еще и мусины готовим на 10 килограммов по моему чуть не помер колбасный фарш мясорубкой нормально набивается эмульсия нет конечно же если есть идет о набивке килограмма там двух килограммов вполне можно справиться и мясорубкой ничего страшного в этом нет но большие объемы это извращение порционируем вот так эту часть в другую сторону так теперь тепловая обработка варить их надо при температуре не выше 80 градусов ни в коем случае не выше до тех пор пока температура внутри каждый колбаски не достигнет 69 70 градусов 80 как вы понимаете на сегодня самый главный инструмент на кухне термометр и как только температура 69 70 достигнута все сразу надо есть ну и пока они у меня отвариваются вам для памяти основные этапы хотя там тех этапов то развали обчелся еще одна особенность такие колбаски подают на завтрак обязательно в горячем бульоне ну и кроме того на столе должен присутствовать брецель это эдакий соленый крендель мне его правда нет но мы же не в германии за колбаски настолько свежий что еще хрюкают и мычат какая красота смотрите какая сочная прям истекает этим самым соком просто красота сначала без горчицы аромат пряности такой они очень яркие они очень сочные вот никакие магазины если покупаете с этими даже не сравнивайте один раз попробуйте приготовить это же просто собственно говоря вы поймете почему именно в бульоне почему именно завтрак почему на свежие если их охладить и студии остудить и потом разогревать будет уже совсем не то да их можно вытащить из вот этой горячей воды из восьмидесяти градусной когда они дойдут до температуры 69-70 охладить оставить в холодильнике потом разогревать допустим на решеточке на гриле или просто на сковородке будет неплохо но если вы хотите получить гастрономический оргазм ешьте их свежими только только из бульона ну и дайте сейчас со сладкой горчичкой попробую смотрите аж разваливается все просто разваливается так но сначала нужно освежить пупырышки безалкогольным пивом это дисклеймер для того чтобы соблюсти правила гугла и ютуба да немцы они такие колбаски и обязательно с пивом на завтрак и завтрак у них до 12 часов должен свершиться так сладкая горчичка да очень даже неплохое сочетание извините но и последний кусок тоже утащу с горчичкой освежить пупырышки для того чтобы восприятие было ничем не испорчено спасибо за лайки дизлайки и репосты спасибо за активность на канале спасибо вам за компанию приятного аппетита и всем пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!